Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале честных обзоров и честном мнении обо всем, что происходит в игре. Если вы за честность, если вам нравятся форматы моего видео, обязательно подписывайтесь на канал. Жду вас всех, ставьте лайки, обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я, ровно как и многие из вас, вчера смотрел трансляцию на многих своих аккаунтах, и на тех аккаунтах, на которых я могу отсвечивать открытия контейнеров, те, которые я отвел для того, чтобы показывать их на своем канале, я собрал опять 32 конта. И думаю, что самое классное, что мы можем с вами сделать, это открыть их и посмотреть, выпадут ли оттуда премиумные машины и какое количество частей сертификатов на данные машины мне упадут. Если я правильно помню, то за прошлое открытие, вот, выпала наконец-то первая часть, по крайней мере, в этом открытии. Если я правильно помню, то за вчерашнее открытие мне выпало 4 раза по 10 частей сертификатов на разные машины, на разных аккаунтах. Сказать, что это классно, ну, не знаю, ребят. Классно это, возможно, для тех, у кого очень большое количество частей сертификатов припаслось. Ну, а, блин, но здесь круто, действительно. Смотрите, тут реально навалилось всего, чего хочешь. Красивый аватарчик, мне он действительно нравится. Ну, и что касается свободки, тоже довольно неплохо, с учетом того, что грядет у нас обновление 10.0, в котором будет новая ветка, и свободка однозначно понадобится. Нет, ребят, не выпадает. Ну, блин, очень хочется, чтобы выпала хоть какая-нибудь премиумная машина. Пускай даже та, которая есть у меня в ангаре, но хотя бы чисто принципиально. Чтобы она была, чтобы у меня было понимание того, что из этих кантом машины все-таки могут упасть. Хотя, с другой стороны, я, чувак, на контейнеры не сильно фартовый. Ну что, перепрыгиваем на другой аккаунт и будем открывать там. Ну что, друзья, продолжаем открывать контейнеры. Ну, а я продолжаю высказывать свое мнение по поводу данных кантов. И отчасти это хорошая штука, потому что можно запастись огромным количеством всякого рода бустеров, поднять немножко серебра и подобные мелочевки. Но, понятное дело, что все мы хотим... Ну, кама выпал. Прикольно. Все мы хотим, безусловно, получить машину. С другой стороны, очень часто, когда разработчики выставляют возможность получить машину прям совсем бесплатно, совсем даром и абсолютно всем, многие из нас начинают возмущаться по поводу того, что машина негодная. Но, ребят, нам, по-моему, стоит определиться с тем, чего мы хотим. Мы хотим машину или мы хотим, чтобы нам ее не давали и давали какую-то классную машину. Если хотим классную машину, должны терпеть вероятности низкие, потому что, если разработчики годные машины раздадут полностью всем, то в чем тогда будет смысл? Мы все будем ездить на одинаково годных машинах. Ну, здесь, вы знаете, сегодня, мне кажется, побольше выпадает частей сертификатов. Напишите свое мнение по поводу того, начало ли вам выпадать что-то более хорошее, что-то более годное. Ну, а я пока перепрыгиваю на следующий аккаунт. Так, как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Еще 8 контейнеров открываем. Мало мне верится в то, что с этих контейнеров действительно там часто может что-то выпадать. Хотя, ребята в комментариях писали по поводу того, что некоторые все-таки выбили себе премиумные машины, причем не собрали частями. Понятное дело, что собрать частями там вероятность крайне-крайне маленькая, но сами машины типа им повыпадали. По большому счету не суть большое, наверное, количество забрало машины премиумные, потому что 2% все-таки, и таким образом получается, что, если я правильно считаю, то 20 игроков из 1000 получат премиумную машину. Не такое уж и большое, согласитесь, число. Но в целом, хоть для кого-то, какая-никакая, а будет халявная машина стоять в ангаре. Хотя некоторые тачки из списка действительно довольно-таки прикольные. Ну что, перепрыгиваем на основу, ну и там будем заканчивать с этими контейнерами. Ну что ж, добрались до основы, сейчас откроем еще 8 кантов, а я поделюсь своим мнением, а вы напишите в комментариях, согласны вы со мной или не согласны. Точнее, даже не мнением, а отчасти предложением к разработчикам в отношении тех подарочков, которые они дают за просмотр трансляций. Возможно, проще было бы сделать так, чтобы в зависимости от того, сколько трансляций ты посмотрел, ты открываешь определенный рубеж с количеством плюшек, которые тебе оттуда выпадают. Ну вот, допустим, там, тысяча, ну не тысяча, хорошо, ну хорошо, тысяча пускай будет свободного опыта, плюс какие-то бустеры, плюс 50 тысяч серебром, если ты посмотрел 15 минут. Если ты посмотрел полчаса, то за это ты получаешь больше плюшек. И вот так на увеличение. А в конце уже, если ты посмотрел полностью всю трансляцию, то к этим плюшкам ты получаешь контейнер, из которого с вероятностью, допустим, там 5% может выпасть какая-то премиумная машина. Мне кажется, что и азарта было бы больше, и желание смотреть трансляции у народа было бы действительно побольше. Короче говоря, мне кажется, что в таком формате было бы гораздо веселее, гораздо интереснее, ну и, честно говоря, выгоднее. Как для разработчиков, так и в целом для игроков. Открываем последние контейнеры, и параллельно с этим начинаем сразу с вами обсуждать вопрос того, чего многие ждут от этого видео. Это видео вышло ровно в 12 часов по Киеву, в 11 по ЦЕСТ. Это значит, что это видео финальное из подборки видео, в которых вы должны были собирать коды. Ничего, ребят, не выпало. Но не выпало, да и не выпало. Нет машин, значит, будем их покупать за голду, которую будем либо донатить, либо фармить путем просмотра видосов, либо играть с бустерами. Короче говоря, каким-то образом в любом случае мы с вами премиум машинками обзаведемся. Ну а в продолжении нашего с вами разговора хочу сказать следующее. Это действительно последнее видео в подборке этой недели для тех, кто собирал коды и кто хочет попытать своего счастья. И первым написать в комментариях под данным видео то, что необходимо для того, чтобы получить батл пассовский пропуск на следующий месяц. Особый пропуск с лицензией получит, ребят, тот, кто первым напишет в комментариях полный код, который собрал за неделю. Все с чего-то начинается, все чем-то заканчивается. И в данном видео есть последняя часть кода. Друзья мои, вам необходимо в комментариях под данным видео в формате, который вы видите сейчас перед собой на экранах, написать свой никнейм на Евросервере, запятая, код, который вы собрали за неделю. После того, как вы напишите код, который вы собрали за неделю, вам необходимо написать, что этот код обозначает для канала. Напомню, в коде 8 чисел, пожалуйста, пишите, точнее 8 цифр. Эти 8 цифр что-то обозначают для канала, пишите, что они обозначают в формате, в котором сейчас показано на экране. Ваш никнейм на Евросервере, код, после запятой вместо троеточия, что эта циферка обозначает для канала VODGSN. Ну а я жду ваших комментариев, жду победителя. Всем успехов в разгадывании кода. Пока-пока, на данный момент все, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия.